Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Следственного департамента Министерства внутренних дел России задержали участников сообщества, которые подозреваются в создании организации, имеющей признаки финансовой пирамиды. Было установлено, что злоумышленники с 2013 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов от 15 до 22% в год. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительные проекты. При этом денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. А выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитно-потребительских кооператива, объединенных общим центром управления. В результате действия злоумышленников ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из территориальных органов МВД России при силовой поддержке подразделений Росгвардии было проведено более 180 обысков. Были обнаружены изъяты финансовые документы, печати более 200 фиктивных организаций, электронные носители информации и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 172, прим. 2 и 210 УК РФ. Восемь активных участников сообщества задержаны. В порядке статьи 91 УК РФ решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности. Продолжение следует...